Привет всем стратегическим жевжикам и примкнувшим к ним жевжикам, но не стратегичным. Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. И продолжайте смотреть прохождение Sid Meier Civilization 6 на уровне сложности Божество за Канаду. На стандартной скорости, короче, всё стандартное, но всё очень тяжело. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии. Ссылка есть в описании и в прикреплённом комментарии. Также там ссылка на рейтинг цивилизации про Канаду, тоже обязательно посмотрите. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку. Давайте продолжать, давайте продолжать. Видите, тут, к сожалению, не пройти, так что вот как-то так... Не, вот так я пойду, это будет уходить, я надеюсь, что я тут пробегу скаутом, в итоге посмотрю. Тут контролируем Ацтека, всё остальное, в общем-то, наверное, сидим, развиваемся, возвращаем прачника домой. Явно Бразилия тут тоже поставит. Но вот у меня вот эта пустынная линия тоже, считайте, меня защищает от их расселения. Всё, могу спокойно там сидеть. Так, один ход до поселенца, и у нас 10 ходов до конца эпохи. Нам надо в Золотой век точно выйти, чтобы мы могли за веру покупать поселенцев. Сейчас куда-нибудь сюда на... Так, всё, вот тут надо теперь уже отойти, чтобы не убили мне дуболома. Блин, может лучше сюда поставить. Я просто, понимаете, рудники плюс два производства в тундре дают. А это в тундре находится. Я бы, наверное, сюда поставил всё-таки город. Всё равно тут больше не влезет. Я вот никак не сделаю, чтобы больше влезло городов. Сюда ставлю раз, два, три. Ну, типа, я всё равно на реке хочу делать. И здесь то же самое. А тут город всё равно влазит вот сюда. Так что, наверное, сюда поставлю лучше. Давайте перемещу меточку, чтобы понятнее было. Тогда сразу обработаю драгоценные камни. Так, вулкан. Вот этот становится активным. Ну, теперь молимся в священном месте. Надо набить на пророка. Уже двух пророков забрали. Православие основано. Ну, я надеюсь, что это всё-таки... Это как её... Россия? Православие? Вряд ли... Да, я думаю, Россия. Других вроде нет цивилизаций, которые могут православие принять. Так, у нас, по-моему, появился новый аванпост варваров. Далеко. Морской. Кстати, а вот морской. Ну, им, наверное, бразилец займётся. Просто я думал, может, мне уже уничтожить свой аванпост. Типа, я могу всё равно тут купить галеру, но... Как я и сказал, дождёмся следующей эпохи, чтобы очки эпохи получить при уничтожении. Блин, всё, закрылись. Границы не пройти здесь будет. Антону Нарио вот так обходить юнитами. Но, в принципе, сидим. Семь ходов до конца. Так, а сколько нам очков там надо? Так, вот кто-то ещё сейчас возьмёт пророка. Блин, а я, возможно, не успею. Надо всё-таки будет, наверное... Блин, а это не факт, что мне хватит? Чёрт. Ладно, сейчас посмотрим, сколько я очков наберу, конечно. У меня, походу... Не получается в золотой век-то выйти. Нет, по-моему, за тот лагерь варваров должны три очка давать. А мне четыре не хватает. Слушайте, а мне четыре не хватает. Вау. Блин. У нас больше общих черт, чем различий. Спасибо за информацию. Может, на строителей поставить с другой стороны? Нет, производство оставлю. О, Кри встретил. Отлично. Ого, где столица Кри? Но я не думаю, что это его встретил Ацтек. Не его, нифига себе. И что тут вот? Такая у них огромная территория для них двоих. Вот, похоже, мы вчетвером на континенте. Не, ну вот сейчас точно я должен выйти в золотой век. Если я не успею основать религию, то я заберу лагерь, которого нам хватит. Подождите, а за что мне... Что-то у меня больше очков дали. Три очка не хватает. Нет, все правильно мне дали. Три очка не хватает. Ну, пошли в трудовую повинность. У них у всех по три города стоит. Четыре. Четыре. У всех по четыре уже города. У меня один все еще. Ну, я надеюсь, я за Веру буду покупать. Вера вообще зашибись валит. Блин, я все еще не уверен, что я в золотой век смогу выйти. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров «Жевжиков Патрициев», а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Суперспасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Протестантизм на «Кормимир» уже взяли. Ну, видите, на нашем континенте будет религия Кри. Шьерт по бьери. А бразилец у Антона Нарива купил юниты. Да, интересно, у нас тут континент получается. Ну, продолжаем молитвы. Мне религия в любом случае нужна. Пять ходов. Три хода молитвы, да? Четырнадцать. Три. Ну, слушайте, кстати, вполне возможно, что я как раз набью необходимое количество на Пророка. Как раз ровненько. Ну, правда, Кри по ходу раньше выходят два хода, и у меня два хода. Хм. Я не знаю каких-то, кто сейчас раньше возьмет Пророка. Судя по всему, все-таки он. Очень интересно, карта сгенерировалась. Мне кажется, это будет прикольная игра. Следующим ходом узнаем. О! На другом континенте. А, вот вам и два очка. Так что я уже сто процентов в золотом веке. Возможно, даже не буду спешить с основанием религии. Но я все равно набью на Пророка. Трудовую дисциплину, конечно, с одной стороны хочется, а с другой стороны... Ну, ее может забрать сейчас только, получается, Кри. Так, с монумента начинаем. Посмотрим. Да, приветствуем делегацию с шоколадом. С шоколадом. Блин, а что я не выкупил клетку? Надо выкупить клетку, обработать. Итак. Ага, Кри забрал. Все-таки. Основал буддизм и взял... Не взял трудовую дисциплину. Отлично. Значит, добьем. Добьем религию. Как раз в следующей эпохе она появится. В следующей эпохе заберем лагерь. Нормально. Так, вот это мы выкупаем. Вот столько всего чего. Ну, это ацтекам не нравится, когда у нас больше роскоши, чем у них. Четыре производства. Красиво. Красивое. Возвращаем всю армию. Так, ну пока я не вижу, чтобы я сильно по развитию отставал. Боже, ну я уже боюсь Вавилон встречать. Потому что я уверен, что все вот эти... Так, не религии только надо смотреть, а великих людей. Что всех вот этих ученых забрал Вавилон. Библиотеки плюс один. И мгновенно строили библиотеки. Математика. Ну ладно. Математика и случайно... То есть это тоже офигительно для Вавилона. Озарение. И озарение для навигации по зоне математики инженерного дела. Если озарение... Ну, это тоже не для Вавилона. Ну, короче, там... Вообще, я так могу посмотреть. А, не могу я узнать, сколько у него технологий открыто. Так, мы тут стоим, ждем следующую эпоху. Слушайте, а мне могут Торонто... Не могут ли мне Торонто забрать эти... Галеры? Мне кажется, могут. Сейчас глянем, как они атаковать будут. Нет, не трогают. И... Начинается эпоха античности. Можно плантации строить. Тут мы берем, естественно, монументальность. Гражданские юниты за веру покупать. Сколько стоит? Посередине 150. Нормально. Сейчас я подумаю, стоит ли прямо сейчас его покупать. Так, значит, убираем. А кого убили? Клан трех породов. Может, все-таки подождать возможность купить галеру? 155 же она стоит, да. Я бы купил галеру вместо того, чтобы ее стоить. Тем более, что я пока туда еще не довел поселенца. Давайте, наверное... Наверное, купим в Оттаве поселенца. Уже сейчас. Ну вот, он 7 ходов. Слушайте, накопим мы как раз денежку, да. Давайте дождемся прибытия поселенца. Не знаю, не хочу я пока... Я вообще тут не видно, чтобы Оттэк как-то сюда стремился. Я хочу именно поставить в тех местах, где для Канады круче всего будут города. Поэтому пока там ставлю. Давайте письменность, наверное, откроем. Чтобы кампус можно было сделать. И два хода до религии. Ну, видимо, трудовую дисциплину будем брать. Конечно, тут галерок наплодилось. 155. Открытые границы, наверное, еще не дадут мне, да? Или тут не написано про открытые границы. Видимо, не пишется. А, так я еще не могу ему право прохода давать. За 17 монет однократно. Нет, я коплю... Подожди, а когда право прохода? Это в Ранней Империи, да? Что у меня в трудовой дисциплине? Для чудес, содержание, правительственная площадь. Ну, давайте, ладно, трудовую дисциплину откроем. Надо решить, где у нас правительственная площадь будет. На самом деле, не хочу занимать тундру как раз правительственной площадью. Озеро Гурон посмотрели. Сейчас выкупится эта клетка, и у меня тут скаут на очень долго застрянет. Да, блин. Ну, ладно, мне кажется, хватит уже читать про это. То есть, через 4 хода само накопится. Больше я не вижу, чтобы кто-то еще... Ну, вот еще не... Блин, еще один неизвестный начинает. Блин, неужели еще надо прочитать? А, неохота-то как? Но надо. Ну, это не только очки пророка дает, но это и веру дает, добавляет вот эти проекты. То есть, это не совсем уж так бесполезно, типа... Видите, ну, довольно быстро он тоже может начать читать. Поэтому я бы лучше... А, подождите, так я и так за 4 хода... Блин, а нафига я тогда читаю проект? Я же и так... Проект 4 хода, я и так через 4 хода получаю пророка. Да, я тут немножко... Тут немножко тупанул. Блин, дочитать... Честно говоря, неохота. Я бы, наверное, рабочего сделал... Лучше. Нам вон... Ну, а поселенцев я буду покупать за веру, конечно же. 150 следующий. 195. Это здесь надо будет встать раз-два... Да, вот конкретно даже на этом перешейке нам... Надо ставить город. Тут даже больше нету особо... Угу. Так, покупаем. А, я не открыл галеру. Фак. Вот это я молодец, конечно. Хочу покупать галеру, которая не открыта. Поэтому и невозможно купить. Я, наверное, прачником тут постою. Блин, а компьютеры-то у них уже сколько городов? Шесть городов у Атстека. Блин, мне и строить надо. На самом деле, поселенцев они только покупать. Ну, видимо, Магнуса надо брать на то, чтобы не уходили жители при создании поселенца. Так, три хода до галеры, да? Ну, конечно, столько нарожалось этих варварцев вообще. Не знаю, как я там зачищать буду это море. Так, ну, пока с развитием все путем. Как мне кажется. Так, дальше. Раннюю империю. И политическую философию. Забираем пророка. Основываем религию. Жалко, протестантизм уже забрали, поэтому будем иудеями. Как всегда. Ну, трудовую дисциплину. Давайте, наверное... Блин, я бы, наверное, всемирную церковь брал. Ну, то есть, на культуру. Тут больше мне на культуру скорее делать через Канаду. Давайте всемирную церковь. Так, никто ничего не укреплял еще. Трудовая дисциплина. Смотрим. Плюс шесть производства. Где у нас на соседство... В теологии должно быть, да? Бонусы соседства для священного места. Так, два хода до мореходства. Мне главное, город тут не поставить. Иначе уничтожится клан. Я не смогу ничего купить. Магнуса берем. Ну, и, собственно... Ну, я пока не могу купить. Но я в любом случае жду раннюю империю, чтобы прокачать магнуса. То есть, я не покупаю пока поселенцев. Пока не смогу... Их тут без... Ну, и ранняя империя тут еще плюс пятьдесят на поселенцев. То есть, я и начну строить еще в Оттаве поселенцев. Наверное, не меняю ничего. Или на строителей поставить. Монумент два хода. Знаете, вот так, чтобы четыре хода... То есть, вот два растет. Так, здесь расти не на чем, я так понимаю. Знаете, что поменяю на строителей. Карточку вот так. Против варваров оставлю. Так, главное город не поставить. Главное город не поставить. Так, просто стоим. Канада полностью защищена. Господи, сколько воинов-орлов. Я думаю, что он Хатусу будет забирать. Такое ощущение. Несмотря на то, что он... Нет, он его не союзник. Думаю, Хатусу будет забирать. Ацтек. Так, есть открыта Галера. Покупаем. 200 штат. Фу-ты. Забыл, что не там. Вот здесь покупаем. Есть Галера. Уничтожаем лагерь. Плюс крик счета эпохи. Но ускорения никакого не получили по ходу. И ставим город. Ранняя империя ускорена. 6 ходов. Ранняя империя. Соответственно. Ну, слушайте, давайте, наверное, уже поселенца строить. Он 9 ходов строится, так? Нету пока карточки. То есть мы 6 ходов еще ждем карточку. Но откладывать нету смысла. Чем быстрее мы сейчас расселимся. Кстати, они тут, смотрите, как залочены. Я могу спокойно их атаковать. Не бояться, что они все... Ух, как мы в осаду взяли в варварские племена. Так. Нам надо как-то открытые... Ну, короче, раннюю империю ждем. Надо договориться с открытыми границами с Ацтеком. Об открытых границах с Ацтеком. И здесь, наверное, железо. Наверное, железо давайте откроем. Потому что я напоминаю, что у нас стратегические ресурсы в тундре в два раза больше дают. Поэтому хочется найти... О! А я думал, он будет дуболом атаковать. Ну ладно, по идее, все равно не берется. Виннипек. Теперь 20 силы там. Блин. Надо вот эту клетку выкупить. 65. Не получается. А если я проатакую? Нет, не должны убить. Фак. Я думал, я убью сейчас. Но все равно не должны мне галеру вроде убивать. И от ТАВа 5 жителей следующим ходом. Отлично. Включу на производство. Я бы, наверное, собрал этот камень. Прячемся в город. Акичи-то сюда прискакали. О! Белая сова. Мечники. Блин, хрен я тут город поставлю, конечно. Так, ну там будет рабочий свининку обработать, гипс. Тоже этим же рабочим пойдем, да? Кажется, надо этот камень собирать. Я тут явно что-то да поставлю. Какой-то район да сделаю. А так мы ускорим создание поселенца. С другой стороны, не сильно ли мы его ускорим? Кажется, надо подождать, когда я апну Магнуса. Улучшу. Очевидно. Все, я могу сейчас вырубить камень и сделать поселенца прям сразу. А мне этого не надо. Так что стоим, ждем. Два хода. Два хода стоим, ждем. Ну, слушай, он реально может мне Виннипек расфигачить? Потому что он убьется этим кораблем, потом более свежего поставит и захватит. Возьмем повышение. Не должен убивать. Да не, вроде зачистим. Значит, стоим один ход, ждем. Торонто. Может, на черепах бы переключиться. Кстати, я даже, наверное, этим строителем сначала черепах обработаю. Поэтому вот этим можно идти гипс обрабатывать. Смотрите, убьется он сейчас? Да, и... Ой, блин. Вот это, конечно, зашибись я сделал. Просто минус посел и развитие. Кайф. Да. Так, Магнуса. А, каменная кладка нужна для удаления. Тяжело. Да, блин. Ну, вот это, конечно, я... Я даже не знаю. Будем ли мы считать, что я... Я даже не знаю. Ну, а как я по-другому мог? Мог ли я защитить вообще? Да. Ну, мы опять сюда идем город ставить. Так, сколько будет следующий стоит? 235. На самом деле, еще больше, потому что мы сейчас построим посела. Блин, и минус дуболом. Да. Ноу-гуд. Вообще, ноу-гуд. Ну, после обработки бронзы, видимо, каменную кладку откроем. Нет, я просто стою. И мне нет смысла убивать этот корабль, потому что оттуда прибегут и начнут атаковать. Так, что же с железом? Вообще нет железа, да? Вообще нет железа. Ну, я понимаю, что это не стратегический баланс места, а просто обычная карта. Да, железа у меня не будет. Знаете, что пойдем вот этим дуболомом. Во-первых, нам надо в городе, чтобы находился... Так, они убьют меня, мне так корабль еще. Да не, не должен. Или лучше встать сюда. Ладно, встану сюда. Потому что он, опять же, убьется сейчас от меня, и полностью здоровый корабль еще раз меня проатакует, и минус Монте-Сума объявил войну Паундмейкеру. Интересно. Так, с Монте-Сумой об открытых границах я не договорился. Хочу посмотреть, сейчас нету в быстрых сделках. О, есть. О, так, слушайте, реально прикольный мод. Блин, нет, я что-то что-то не то сделал. Блин. Ну ладно, приму это. Просто мне нужно право прохода. Я ему продал право прохода за одно золото в ход, а он за 17 золота единократно. Ну, в принципе, все равно выгоднее. Я больше получу денег, но я хотел поторговать. Я не понял, как, короче, вот здесь в быстрых сделках чисто правом прохода торговать. Ну, вот, например, давайте с бразильцем. Ну, вот как мне у него попросить право прохода? Видимо, никак. Надо просто заходить к нему. Так, а где же тут ацтеки? Ага, значит, крит чисто за ацтеками. Квадрирем больше нету, кстати. То есть обстрелить он меня не будет. Чудо построили бразильцы. Большой бассейн. Ну, я не возражаю. Так. Этого посела сюда давайте. Этот скаут не будет захватывать поселенцев, потому что он с этого клана живехенький. Так. Тут пойдем, наверное, гипс обрабатывать вот в этом городе. Хотя я бы еще и крабик... Давайте, наверное, крабиков. Тут один ход буквально. Блин. Короче, надо вот так встать. Так. Пускай атакуют, но все равно вырастет город на эту клетку. Выкупать клетку я не буду. Торонто у нас сделал строителя. Ну, надо районы какие-нибудь строить. Что у нас со священкой? Плюс шесть. Плюс шесть. Вот это клетки, которые хочется выкупать. Тем более, что они дешево стоят. Наверное, вот сюда давайте. Тут, видите, на кампус плюс два. Ну, скорее всего, кампус я здесь буду ставить. Что, давайте вот сюда священку. Возможно, тут священка с этого города будет. Я подумаю. Должен проатаковать. Не должны вроде убивать теперь галеру. Есть. Клетка выросла. Ускорили навигацию по звездам. Тут стоит лечиться. Тут, походу, тоже, конечно, какая-то вытянутая такая. Блин, так ацтек расселяется просто. А я с двумя городами сижу. Как дурачок. У Кри шесть городов. У ацтека семь. И у бразильца шесть. А у меня два. Не, мы до конца тут вылечимся. Ставлю город. Нормально. Этот город уже точно варвары не заберут. Хочу до шести, чтобы выросла от Тавы. И тогда на производство переключу. Второй Ванкувер. Торонто Мэппл Лиффс. Ой, я вспомнил еще одну команду хоккейную. Ну, точно. Торонто Мэппл Лиффс. От Тавы Сенаторс. Торонто Мэппл Лиффс. И Ванкувер Кеннекс. Можем уже НХЛ создавать. Да, ну, надо будет в Ванкувере сюда ставить. Очевидно, священочку. Каменная кладка могу теперь, наконец, камень убирать. Ну, и гипс могу обработать заодно. Давайте, наверное, навигацию по звездам откроем. Чтобы в Ванкувере и в Торонто гавани сделать. Хатуса объявляет войну Кри. Нет, уж там ацтеки с этими воюют. Это здорово. С Кри. Это мой сосед. Он не мной занимается, а Кри. А Бразилия... Ну, такое. Он обычно миролюбивый. Ну, уже ГГшку какую-то убили. Все. Отмучились с варварами. Берем античную республику, конечно же. Первый пасок. Кстати, можно взять. Но отправлять некуда. Но я бы Ванта нанарил. Блин, мне его захватывать с другой стороны надо. Блин. О, Кри готов. Шелк за 19 золота и 1 вход. Кстати... Кстати, интересное предложение. Я бы, наверное, взял. Чтоб довольство плюс 4 стало. Так, мы в любом случае пока... А, ну, во-первых, мы гипс обрабатываем. Это точно дает плюс... Даже... Не, наверное, пока не надо там шелк. Я думаю, что пока шелк не нужен. Ускорили стрельбу из лука. Монреаль канадиенс. Отлично. Так, надо думать, где нам тут еще города ставить. Наверное, как-то... Как-то так. Вот, 3. Пока вот 3 города. Видать, куда поставить. О, кстати, прикольный мод. Видите, тут даже сообщают, что Паундмейкер хочет вам дать. Нормально. Так, ладно, мы еще не выбрали правительство. Ну, поселенцев мы строим. Да, это мы оставляем. Наверное, первый посол пока не использую. Просто плюс 2 влияния. Дальше там строю. Ну, наверное, производство надо поставить. Караванов пока нет. Чудеса уменьшают стоимость покупки клеток. Тоже хорошая штука. Блин. Монреаль растет. Ну, то есть рабочих я пока нигде не строю. Что думал? Наверное, взять. Или содержание. Ну, блин, плюс 1. Галеры я тоже пока не буду строить. Лояльность мне тут точно не нужна. Двойный опыт юнитам разведки. Ну, кстати. Нет, давайте приступать против варваров. Я иду там в лагерь. Вот сюда иду. Пускай против варваров будет пока. Что тут очки-то тео-теоакана атакуют. Так, нам, очевидно, надо в теологию идти. Давайте пока... Да, через драму и поэзию. Вряд ли я чудо света буду строить. Вообще, мистицизм мне не нужен. Не понял, что сейчас было плюс 50. Ай-яй-яй. Как вы думаете, будет лучник меня атаковать или бразильца? Давайте постою, посмотрим. Так, один заряд. Наверное, все-таки пойду камень удалю. Блин, или лошадок лучше обработать. Или вообще сахар пока. Давайте сахар. Все, убили лагерь и без меня. Короче, не надо было. Давайте тогда я открою мистицизм. Поставлю карточку. Хотя, что у нас вообще с престижем? О, слушайте, у нас и заповедники. Какие могут? Блин, а может мне здесь заповедник вместо кампуса ставить? Клан Барсучьего Когтя. Мечников можно нанимать. Может нанять. Блин, а что тут? Холм? А, тут холм. Блин, я вот зря сюда встал. Ну, лучник не должен, конечно, убить, но... Эй, Антон Нарива убьет, да. Нормально. Так, сколько поселений с 280? Но он будет больше стоить, потому что я достраиваю следующим ходом. Надо будет отложить пока. Ну, мы занимаемся расселением, слушайте, но тут больше нечего делать. Нам надо именно расселять, тем более я потерял один город уже через свою безалаберность. Блин, счастье плюс шесть. Напоминаю, выше плюс пяти в шестой циве нету смысла делать. Я вот сюда как-то сейчас попробую пролезть, чтобы тут просто поставить прачника и контролировать эту территорию. Так, а дуболомам надо сюда идти. Горят ли отстегнуть. Ну, тут отстеги, короче, скри. За расселение квадрирема три паруса. И стоит купить теперь 320. Ну, продолжаем строить поселенцев. В принципе, у меня в начале игры неплохо тут повезло с рабочими, и поэтому я тут все улучшил очень неплохо. То есть у меня тут есть производство. Хочу сюда встать. И поплыли галеркой. Вот это все вдоль побережья откроем. Недостаточно жилья, да. Есть тут такое. Я тогда после священного места амбар построил. Не хочу пока караваны покупать за веру. Все, все на поселенцев. Так, а что, меняем на покупку клеток. Вот это плюс пять боевой мощи. Четыреста двадцать семь против пятьсот тридцать четыре. Как здорово, что они не со мной воюют. Ладно, поперли отсюда. Или убить этот лагерь. Вообще, я бы даже, наверное, мечника у него купил. Почему нет. На что мне еще деньги тратить? Вообще, я могу за деньги и поселенцев тоже покупать. Слушайте, а давайте, может, мне за деньги купить строителя-торговца. Я пока не знаю, куда их отправлять. Наску засоюзить. Ну, вот этих, кстати, я бы уже отправил, например, в хатусу на лан. Ладно, блин, пока не используем послов. Идем дальше в теологию. Нам вот эта фигня с трудовой дисциплиной очень нужна. И надо думать, что вообще нам в тундре еще делать. Не знаю, убивать его, не убивать. Ну, ладно, давайте немножко подеремся там буквально капельку. Так, священное место практически готово. И это шесть производства будет. Ну, мы гавань сразу подточнем, я думаю. О, как раз. Один ход. Так, посмотрим на столкновение Кри. Ну, Крит чисто Акичита фигачит. Но тут, видите, у обоих цивилизаций начальные юниты уникальные. Они на униках как раз и бьются. Блин, у бразильца уже науки в шесть раз больше, чем у меня. Страшно. Я, наверное, все-таки амбар сначала доделаю. Потому что гавань... А, ну, тем более у меня четыре жителя надо. Без амбара гавани не будет. Почапали туда. Но мне вот это... Вот тут вот точно надо все заселять. Вот тут бы еще хотелось, наверное. Где-то. Наверное, вот здесь. Монтанарил все-таки надо брать будет. Но он как бельмо. Немножко. Хоть он и культурный, в принципе, надо. То есть вот сюда еще, получается, у нас влазит. Так. И здесь где-то надо распределить. То есть, в принципе, место для городов нормально. Не стрельбу из лука не хочу. Пока надо, кстати, прачников поделать. Но опять непонятно, где это делать. Десять ходов античность закончится. Очень быстро. Очень быстро пролетела античность. А что там у Кри? Вот он разносит свою религию на Ацтека. Монахи-войны. Соборы. Ну, такое. Хотя все религии приняты. Нет, еще три религии. Ну, православие, я думаю, понятно, что это 21 город. 21 город православие. И 11 буддизм. Ну, 21? Охренеть. Храмы и святилища производят культуру столько же, сколько и веры. Это, конечно, крутая тоже фигня. Тем более для России. Вот как, интересно, можно, например, за Канаду здесь победить культурой, то бишь туризмом, если у России сейчас немерено культурой как раз. Вообще не представляю, что тут можно было бы сделать. Ну, пока на данный момент, по-моему, там дальше может что-нибудь изменится с другой стороны. Вот, лакопан пришел разбираться. Значит, постоим. Я не верю, что он убьет пращника, но я как минимум... А если не убьет, то мы сможем добить. Аккад нашелся. Три посла. Такие антикавалерийских юнитов юнитного ближнего боя наносят полный урон городским стенам. Мне это нафиг надо. Драма и поэзия, колесо. Селенцы стоимость клеток дешевле. Ну, что, убьет? Убил, значит. Лагерь заберет без меня. Мы в темный век, видимо, сваливаемся. Благодаря тому, что рядом никого нету, то... Вряд ли у нас будут проблемы с лояльностью. Кстати, мне надо будет взять, наверное, за распространение своей религии. Вот в темном веке следующем нормально зайдет. Я уверен, что я очень хорошо распространю. Религия капает. Будет еще больше капать. Кстати, тут нету производства, потому что не распространена религия в Торонто еще. Через 10 ходов. Но мне надо будет в Оттаве святилище построить и распространять религию. Конечно же. Так, тут монумент. Ну, священное место. Дальше. Давайте пока деньги открывать. Ну, я думаю, уже переход в Средневековье. И этот темный век уже будет в следующей серии. Давайте я тут город поставлю. Гамильтон. Естественно, Монреаль... Монреаль, пройти. Кого нам не хватает? Я сказал, Оттава, Сенатор, Сторонто... А, Эдмонтона не хватает. Еще раньше была Калгари Флеймс, я помню. Но, по-моему, сейчас их нету. Или есть Калгари? Калгари Койотис, по-моему, там переехал. Еще и Калгари у нас должно быть, короче. Ну, ладно, это уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Напоминаю, спонсоры канала Продолжение прямо сейчас могут посмотреть во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. На этом все. Играйте в умные игры. Слава Украине! Живе Беларусь! И Россия будет свободной. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.